Новое биение сердца. Более 70 человеческих жизней спасли в областном кардиологическом центре за три года. Этим пациентам сделали операцию по установке электрокардиостимулятора. За одной из таких наблюдали мои коллеги. До начала операции осталось несколько минут. 68-летнему мужчине будут имплантировать вот такой двухкамерный электрокардиостимулятор. Он позволит вернуть пациенту прежний ритм сердцебиения. Если сейчас жизненно важный орган бьется 20 раз в минуту, то после хирургического вмешательства будет в норме 60. Сама операция длится около двух часов, при этом больной находится в сознании. Современное оборудование позволяет полностью отслеживать весь процесс и состояние пациента. Производится небольшой разрез мягких тканей, слева на ключичной области, через которую будет внедряться электрод. Электрод проходит по минусному руслу, имплантируется в полость желудочка правого, для того, чтобы доносить импульсы с той частотой и силой, которая необходима у пациента. Такие операции в кардиоцентре проводят уже третий год. За это время североказахстанские медики спасли более 70 человеческих жизней. Ранее жителям нашей области приходилось ездить в кардиоцентры Алматы, Астаны и Омска. Кстати, делают операции бесплатно за счет государства, хотя стоит она полтора миллиона тенге. Служит такой прибор около 10 лет. Все это время пациенты наблюдаются у медиков. В последующем они проводят проверки, так называемые фоллап-исследования, это исследование и настройка стимуляторов. Как правило, пациенты проходят его раз в году, тоже на базе нашего кардиологического центра. У нас имеется специальный программатор для настройки и определенные параметры стимулятору, для того, чтобы пациенты комфортно себя чувствовали и для того, чтобы увеличить срок службы и действия стимулятора. В основном нуждаются в таком электрокардиостимуляторе люди старше 70 лет. Чаще всего это пациенты с ишемической болезнью сердца. Гульнара Кали, Владимир Боровков, Новости МТРК.